Орнитолог Алексей Эбель говорит этому птичьему городку, построенному из речной глины городскими ласточками, как минимум лет 15. Горожане привыкли к щебету и стремительно летающим птицам, которые, кстати, питаются комарами и мошками. Но теперь, говорит он, придется отвыкать. Гнездам, внутри которых как раз сейчас самки высиживают очередную кладку, и потому птицы особо не летают, неумолимо приближаются строительные работы. Уничтожение гнезд может поставить крест на всей популяции. Как это уже случилось, к примеру, в прошлом году в парке Изумрудный. Там же тоже деревья рубились в тот период, когда птицы сидели на гнездах. И здесь тоже самое происходит. Но хотите вы удалить эти конструкции, хотя это как бы не совсем правильно, да, потому что везде в Европе, наоборот, сейчас искусственные гнездовья, в том числе для вот этих ласточек, размещают на зданиях. Но даже если вы хотите их удалить, ну подождите, пока птицы выведут птенцов, улетят. В этом случае, поясняет орнитолог, больше шансов на то, что птицы через год вернутся. Теперь гарантии никакой. Алексей Эбель говорит, уверен, что владельцу здания можно было бы все объяснить, и тот, возможно, сдвинул бы сроки работ. Но кто он, владелец, и какие работы ведет, орнитологу узнать не удалось. Строители общаться с нами тоже отказались. Напомним, около трех лет назад здание Речного предлагали снести и на его месте построить жилые высотки. Тогда проект забраковали. В пресс-службе администрации Барнаула уже сегодня нас заверили. Глобальной стройки и сейчас не будет. В настоящее время по согласованию с администрацией города в здании Речного вокзала начаты работы по капитальному ремонту. В ходе проведения указанных работ будет выполнен ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории. К сожалению, уточнить, изменится ли назначение самого здания и подробнее о том, какое именно благоустройство произведут, нам не удалось. Как бы то ни было, результаты трудов строителей, как нас заверили чиновники, можно будет увидеть уже в середине сентября 2018 года. А вот получится ли снова полюбоваться быстрыми красивыми птицами, на этот вопрос может ответить только сама природа. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. Наши новости.